всем привет меня зовут макс сегодня вот так сидя перед ноутбуком и подглядывая я вам расскажу о стойкости потому что это достаточно большой вопрос наверное самый больной вопрос в парфюмерии который имеет много нюансов и моментов о которых я и хочу рассказать вам если спросить вот обычного человека чем отличается парфюмированная вода от туалетной он наверняка скажет что концентрации и парфюмированная вода гораздо стойче круче шлейф его и все в этом духе и это есть здесь есть своя правда потому что концентрация является одной из главных составляющих которые отвечают за стойкость основные концентрации в которых выпускаются ароматы это о де колонь о да туалет о де парфам и парфам еще его называют экстракт де парфам то есть чистые духи сейчас вы видите у себя на экранах примерное процентное содержание ароматических веществ в каждой из концентрации примерно они наверное потому что только парфюмер и производители знают сколько и чего там может быть и существуют какие-то мировые стандарты но я думаю сейчас их легко можно обойти потому что маркетинг правит над всем и казалось бы можно взять просто парфюмированную воду и она будет стояче чем туалетная это не совсем так у меня вот под рукой здесь есть аромат фрапин и у него концентрация воды парфам и аромат от аква депарма который имеет концентрацию о де колонь концентрить концентрированный одеколон и казалось бы вот это должно быть на две ступени стойче чем вот это а на практике этот одеколон концентри в миллион раз стойче чем этот о де парфам почему так и здесь у нас появляется вторая очень важная базовая составляющая которая отвечает за стойкость это сами компоненты конечно удовые кожаные древесные амбровые почулевые ароматы они будут из-за своих свойств гораздо дольше сохраняться на на вас на вашей одежде чем какие-то акватические цветочно-цитрусовые ароматы которые молекулы которых гораздо летучий поэтому в такие ароматы приходится добавлять фиксаторы которые будут подкреплять и хоть как-то удерживать аромат бобы танка ветивер пачули кедр и так далее из этого вырисовывается такой стереотип что все свежаки не стойки это не совсем так как и удовые древесные кожаные тяжелые ароматы будут очень стойкими это тоже неверно и здесь у нас вылазит третья составляющая это композиция и конкретные ноты то есть все зависит от пирамида аромата ведь когда парфюмер хочет создать свой аромат он пытается воплотить свои желания реализовать свою идею воплотить свои фантазии воспоминания он словно пишет картину и у него получается тот шедевр который вы любите и туда уже нельзя добавить в эту пирамиду каких-то фиксирующих но чтобы аромат был стоячий или понизить повысить концентрацию шаг влево шаг вправо и вся эта композиция уже перестает быть той поэтому конечно сейчас в даже в нишей парфюмерии вот этот творческий момент он немного отодвигается вопреки стойкости или же чтобы человек ежемоментно воспринимал аромат сразу так чтобы ему понравилось и это от этого никуда не деться могу привести такой пример вот у меня есть один из любимых ароматов рудис от бренда набиль и у него стойкость всего четыре часа когда я кому-то показываю все говорят этого эффект но к сожалению стойкость максимум не серьезно четыре часа куда это вот мне знакомый сказал про dior savage paco rabanne one million у которого стойкость целый день в итоге вы приходите в магазин смотрите что у этого dior savage есть еще и парфюмированная версия и вы думаете блин как круто сейчас я буду пахнуть целый день на что консультант вам говорит о том что но вот это этот туалет это более легкая свежая молодежная версия для подвижных бизнесменов и прочую чушь заливает вам в уши а парфюмированные это более вечерняя более стойкая а по факту неважно dior savage это блюдо шанель они просто имеют одну днк шанель у dior и любому другому производителю уже неважно какой химон вам туда капнуть вот и стойкость от этот туалет от это парфам или парфама она в принципе не отличается и раз я уже заговорила такой еще одном моменте о качестве парфюмерии возьмем например опять же вот этот paco rabanne one million у которого стойкость представим 10 часов но уже по окончанию двух часов его красота звучание заканчивается и остальные 8 часов из десяти вы звучите чем-то невнятным или вот даже вовсе отталкивающе и я такое очень часто замечаю когда люди жертвуют какими-то шедеврами вопреки чуть более стойких ароматов и когда они у меня потом спрашивают слушая что на тебе интересный аромат я говорю тебе не понравится ответ потому что это rudis тот самый да я обновил его например пускай я сделаю два пшика это всего одна десятая миллилитра представьте только одна десятая миллилитра от этого никто не обеднеет заведите себе atomizer у любого бренда они красиво выглядят презентабельно многоразово и заливать туда что хотите и пользуйтесь пускай это будет крутые четыре часа потом которые вы обновите и превратятся восемь чем десять невнятные не пойми что вы будете на себе носить и когда я говорю о качестве это не значит что где-то используется стопроцентные масла ароматические вещества 99 процентов во флаконе это не так кто вам не будет добывать экстракты из цветов и заливать ваши флаконы это не выгодно не для вас не для производителя для вас не выгодно потому что у производителя закончился урожай он просто не может возобновить это и вы уже в следующем флаконе получите иной аромат даже когда у производителя просто меняются технологии ароматы как-то переформулируют и по принуждению также вы будете получать всегда стабильный срок годности поэтому не думайте что с синтетикой это плохо вот как например у меня есть аромат удлувак его называю запах казахстанской охоты вот такие бренды используют например настоящую дистилляцию удой и они уже выпускают 100 флаконов и потом никогда не могут воспроизвести то что у них было в этих 100 флаконов потому что урожай прошел ну короче вы поняли что это просто невозможно поэтому качество компонентов и сырья тоже играют свою роль в стойкости аромата и подводя итоги моего сегодняшнего монолога в пол пятого утра можно сказать что все зависит конкретно от аромата и если это вода парфам или оде колон нужно смотреть на основные составляющие это концентрация компоненты пирамида и качество компонентов можно также привести в пример такие моменты как климат температура погода сезонность тип кожи но они не так значительные как эти критерии которые я сегодня вам сказал наверняка я что-то упустил потому что это огромный вопрос и я сразу все не могу вспомнить и даже записать как-то по сценарию поэтому постепенно в своих роликах я буду озвучивать какие-то нюансы надеюсь это видео было вам полезно поддержите его лайком напишите свой комментарий что вы думаете по этому поводу подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видео спасибо за просмотр пока